Память на века. В Белгородской области отреставрирован еще один мемориал воинской славы. Затраты на ремонтные работы взял на себя фонд поколения Андрея Скотча. С 2002 года с его помощью было восстановлено несколько десятков мемориалов и братских могил, находящихся в самых маленьких селениях и удаленных уголках нашего края. Одно из первых обновленный монумент в селе Большое городище Шебекинского района увидела Наталья Александрова. В Шебекинском районе это уже второй мемориал воинской славы, который отреставрировали благодаря фонду поколения. Около полутора миллионов рублей были израсходованы на новую облицовку постаментов, гранитные плиты на захоронениях и реконструкцию памятников. Один из них — летчику Николаю Григорьевичу Сурневу, уроженцу этих мест. В годы войны Николай Григорьевич Сурнев сбил 23 немецких самолета. Из них 20 самолетов новейшей марки Мессершмитт-109, один самолет разведчик, два бомбардировщика. Чтобы сбить бомбардировщик, требовалось особое умение, потому что самолет был очень сильно вооружен. Совершил 261 боевой вылет. Воевать начал в родных местах на Белгородском направлении, являлся участником Курской битвы. 22 года ему исполнилось, ему присвоили звание Героя Советского Союза. Николай Сурнев погиб уже после войны, так и не успев завести семью и детей. Во время испытательных полетов он до последнего пытался увезти падающий самолет от населенного пункта и не воспользовался парашютом. Ему было всего 29. Первый памятник летчику воздвиг его отец больше 50 лет назад. Он же посадил рядом сосны, которые сейчас своей тенью охраняют уже обновленную скульптуру. Мы очень рады, что обновили бюст, что будет память увековечена надолго. Это фонд «Поколение» все сделал. Мы очень благодарны. Благодаря фонду «Поколение» Андрея Скотча был переведен из бетона в медь и памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной. Работы начались в марте. Бетонная фигура воина была настолько повреждена, что при транспортировке в мастерскую буквально рассыпалась. Для создания ее копии в долговечном материале Анатолию Шишкову пришлось искать аналогичную скульптуру. Это из старого скола. Такая же поза, такая ситуация. Он держал в правой руке венок. 3,5 метра у него высота. Еще будет стоять лет 50-100, если никаких катаклизмов не будет. Это долговечный материал. Ее не надо красить. Он сам затонируется за многое время. Всего на этом мемориале захоронено 64 солдата. И хотя имена 60 из них неизвестны, благодаря реконструкции, по словам жителей села Большое Городище, память о них будет жить еще многие годы. Наталья Александрова, Дмитрий Боев. Новости Мира Белогорья.